Скорим в 2021 году не актуален. А что актуально? Конечно же онлайновая браузерная игра. Шутка, у меня этого здесь нет. Ладно, начнём. Значит смотрите, в энный раз знакомить вас с Скоримом и рассказывать какой он классный вместе с тем убогий не буду, на пальцах объяснять как делать сборки тоже не буду, я этим уже не раз занимался. Расскажу вот о чём. Многие из вас постоянно спрашивали про реквием и про сборки на реквием и вообще, что я сам об этом думаю, об этом самом лучшем моде. Вот так вот, да, с больших буквы. Вот сейчас об этом всё расскажу. О сборке на реквием, о самой лучшей сборке на реквием для спешл эдишн. Именно для спешл эдишн, это важно. И расскажу, на какой сборке играю я. Начну наверное с последнего, потому как это наименее всего важно. В третий раз перечислять моды, которые у меня установлены, я не вижу смысла. Суть в том, что я взял сборку, который пойдёт речь чуть ниже, и накатил на неё сверху сборку Брансона. Ту самую графическую сборку, о которой он рассказывал в ролике. Он подробно описал каждый мод и дал на него ссылки, а кое-кто даже всё это собрал воедино и выложил ссылку на это. Разумеется, всё это уже устарело на три года, версия Скайрима обновилась, моды тоже сто раз обновились, поэтому я прошёлся по ним по всем и скачал всё, что нужно сам. Я это веду к тому, что вам, если хотите поиграть именно с этой сборкой, тоже придётся сделать именно так. Можете потом выложить всё это на таренты и раздавать. А не ныть у меня в комментариях, что я плохой христианин, жигалага мне на острова, потому что не выложил свою сборку в открытый доступ. Да, и такое было, ребят. Я понимаю, что вы все ищете удобства для себя, но давайте уясним, я вам ничего не должен, так же, как и вы мне. Хватит жаловаться. За всё время этих жалоб, а это три года, никто, я повторюсь, никто из тех, кто жаловался, не сделал того, что требовал от меня. Не собрал эту сборку и не выложил её в интернет, став таким маленьким героем. Интересно, почему? Ладно, это и так, минутку уныния. Сборка Брансона — это исключительно графическая сборка на модели, текстуры, эффекты. Благодаря ней я начал играть без ENB, ибо и так очень даже неплохо. В геймплейных изменениях она не вносит сама по себе никаких и является просто надстройкой, совсем, к слову, не обязательной, но желательной, ибо играть в Скайрим, образца 2011 года — это нужно иметь ибонитовые яйца, как у Куама. Ну а теперь давайте поговорим о том, ради чего мы тут все собрались, о Реквиме. Сразу скажу, что это не обзор мода, это скорее моё оценочное суждение о нём. С ним я познакомился вынужденно, так как и без него жилось неплохо, а меня буквально доставали своими агитками о том, какой это лучший в мире мод. По прошествии времени могу сказать, что да, это действительно лучший геймплейный мод, но не лучший мод в принципе, потому как затрагивает он исключительно геймплей. Это глобальный мод, который давит на реализм и хардкор. Бессмысленно описывать все его фишки, одно их перечисление займёт минут сорок, это не шутка. Проще прочитать руководство. Да, руководство к моду, настолько вот он комплексный. Но да, он менял геймплей, преображая его почти кардинально, делая игру действительно сложнее и динамичнее. Однако давайте смотреть правде в лицо, чтобы сделать Скайрим сложнее и динамичнее, много ума не надо. Достаточно просто любого задрипанного мода, потому что Скайрим сам по себе далёк от динамики и сложностей по определению. Вся динамика осталась в обливиании, а сложность в моровиде. Коллекционно-карточная игра по свиткам и то сложнее и динамичнее, чем Скайрим. Но не будем снова пинать этот труп. В общем, посмотрел я этот реквием и он мне не то чтобы совсем не понравился, просто некоторые решения были странными. Например, с каких пор нежить уязвима к рубящему урону и сопротивляется дробящим, и всё это ещё называется реализмом. Ну и также откровенный геморрой с установкой, ректификацией и прочими плясками с бубном отталкивал. Ректификация, если что, это не ректальная идентификация, это так называется условное одобрение сторонних модов реквиемом. Графических изменений этот мод в себе не нёс, но на каждый сторонний мод, иногда даже на графический мод, ругался как старая бабка в скамейке на проходящих данмерах в коротких хитиновых юбках. На каждый маломальски глобальный мод приходилось делать свои патчи для реквиема, что тоже не добавляло моду гибкости. И от проблем это, конечно же, не спасало я про эти вот патчи. Зато были люди, которые взялись именно за сборку на реквиеме. Самый известный был Ксандр, и он даже вроде не один такой был, и не было бы печали, если бы не одно тно. Это сборка на Legendary Edition. Ребят, я всё понимаю. Старое одеяло теплее, но играть в Legendary Edition — это извращение, когда есть Special Edition. При всей ненужности этого переиздания, а на мой взгляд, оно реально как издёвка на здравым смыслом, сука, вам что, мешало сразу выпустить игру так, чтобы она работала не через жопу грязные новахи? Вот при всем при этом всё же нельзя отрицать, что как минимум быстродействие и оптимизация игры в Special Edition лучше. Это я могу теперь уже спокойно заявлять после нескольких месяцев игры. И на Legendary Edition я возвращаться не был намерен даже из-за потенциально интересной сборки. Однако беда в том, что Агербосс, кажется так зовут этого кудесника, автора Реквиема, не адаптировал мод на Special Edition и не собирался, в общем-то. Существовала лишь какая-то неофициальная адаптация, которую сам автор не поддерживал никак. Но на безрыбье и грязь и крап рыбы убийцы, поэтому некий конгломерат взял эту поделку за основу для своей сборки. Сборки на Реквиеме. Сначала они вроде даже что-то на Legendary Edition делали, но потом переключились на Special Edition и слава богу. Так стартовал проект Модзадрот. Он позже пытался переименоваться то в Модзагон, то в Модзавод, но Модзадрот к нему приклеилась окончательно. В отсутствие конкуренции эта группа стала для немногочисленной группы почитателей единственной надеждой на нормальные Skyrim с еще и с Реквиемом. Начат был проект, кажется, в конце 2018 года. Обычно их забрасывают довольно быстро, но время шло, говно бурлило в чане, а проект все не распадался и не распадался. Наоборот, нарастал и совершенствовался. И вот летом 2020 года я решил попробовать, что же это за мутант такой получился. Да, а получился, надо сказать, действительно мутант. Нет, сборка хорошая, особенно на первых порах. Для извращенцев-хардкорщиков. Бои стали действительно сложнее и интереснее. Наконец, нужна эта еда, которая тонами присутствовала в игре ранее как декорация. А благодаря дополнительным модам, разноображивающим геймплей, игра становилась не только сложно, но и дико интересно. Например, с модом на банды, патрули и путешественников. Нарваться вместо трех бандитов на целую клановую орду, которая будет поливать тебя ливнем и стрел с башенной стены. Это уже на цели стало обычным делом. А тебе для смерти хватает и одного попадания, если ты маг. А я, разумеется, маг. Или наоборот, патруль наткнется на бандитов и поможет тебе спонтанно зачистить подступы к той самой крепости. В общем, Скайрим заиграл новыми красками. Но это скорее вопреки. У сборки мод за дрот был и есть серьезный недостаток. Это культ хардкора. О, ребята, это тема для отдельного ролика, но пока что вкратце. Скажу вот так вот. Культ хардкора к высокой сложности не имеет прямого отношения. Нет, высокая сложность — это высокая сложность. А культ хардкора — это когда усложнение всего и вся становится во главу угла. Во главу всего. Усложняется каждый элемент игры. Главный девиз такого действа — если что-то делать слишком легко, а легко в их понимании-то, если пена изо рта не льется потоками и по разрушению валит, то это нужно усложнить. Разумеется, как это и положено, геймплейные ролики и прочие промо-акции Рекви мы демонстрировали в первую очередь игру за бойца. Ну и еще за лучника. Это норма жизни. Я давно уже с этим смирился, что магов везде обделяют. Но про магию Агербосс все же тоже не забыл, и там эта сторона была развита. Однако в сборке мод за дрот маги оказались обделенными. Конечно, можно присесть на любимого конька и начать скулить о том, что это просто у тебя руки кривые и играть ты не умеешь. Любимое оправдание слабаков, которые за счет мнимой хардкорности пытаются тешить свое эго. Это, между прочим, краеугольный камень, фактический фундамент культа хардкора. Создать некое разделение на элиту, которые такие культисты себя, конечно же, мигом причисляют, и всех остальных. Вот я, который на таких смотрю как на больных на всю башку нарциссов, оказался в числе тех самых остальных. Нет, конечно, сам мод за дрот на своих стримах играл за мага и показывал какая это легкотня. Я честно пытался понять, как он так играет и почему у меня точное повторение всех его действий один в один не имеет того же эффекта. Подозреваю, что это все потому, что даже на тех самых стримах вовсю скользила мысль, что магия это вообще лафа и с магией, знаете, любой дурак сможет. Последнее стало девизом улучшения в кавычках игры за мага, потому как фраза с магией любой дурак может напрямую касалась и магов. Их рубили, их резали как могли. В итоге я начал игру как положено за бретона и я не вру. Я полтора часа проходил лишь обучающее подземелье и прошел его просто чудом. Можно сказать, ну так хардкор в этом и состоит. Нет, нет, ребята, он не в этом состоит. Когда ты делаешь один выстрел из лука и потом десять минут прячешься во тьме, зачастую загружаясь по несколько раз, это не хардкор, это потеря времени. Да, именно выстрел, потому как с магией тут все плохо. Колдануть ты можешь один раз, на большие маны не хватит. И ладно бы, если бы это колдунство убивало врага, но нет, только немножко ранит. Если в текстурку не улетит, как это обычно и бывает, в Скайриме в принципе. И снова сиди и жди, пока тебя потеряет из виду, потому как если тебя увидят, ты проживешь несколько секунд максимум. А регенерации маны нет. Она стоит в настройках, которые можно менять, да, на 50 процентов замедленно. Хотя сам Монзадрот советует, мол, если хотите настоящего хардкора, а не этой вот легкотни, да, то нужно ставить этот самый показатель замедления регенерации на 90 процентов. А знаете, какое числовое значение имеет регенерация магии при 50 процентах? 0,32. Надеюсь я ничего не перепутал, я так скажу. 0,0032. То есть Регена нет вообще. И это у Бретона, у самого крутого по ходу мага, ну разве что круче только Альтмер. Даже если я прожду двое суток, я не отрегенерирую полоску маны, а просто ждать тут нельзя, здесь же потребность во сне, да. И, казалось бы, зелья. Да, зелья. Получается, что одно зелье это один выстрел каким-нибудь фаерболом. На большее, напоминаю, пока что магии не хватает. То есть, чтобы убить одного врага, нужно 3-4 зелья. А где их брать? Покупать? А на какие шиши? Денег нет вообще. Я даже не говорю, как они улетают на поклонение богам, без которых маг вообще не жизнеспособен. Просто откуда их брать? Рубить дрова, собирать капусту? Ну да, можно было бы, если бы сборка была сбалансирована и давала за это достаточно денег. А знаете, сколько она давала их за все это? Нисколько. Вообще ни копейки. Нет, ну чё ж ты хотел? Хардкор, да. Заработок на заказах? Зачитить пещеру с бандитами? Да. Ради ста золотых ты пойдешь их убивать, видимо, своим плачем о тяжелой жизни, потому как, повторюсь, магии у тебя нет вообще никакой, не говоря о книгах заклинаний, которые стоят как чугунный драконий мост. Я даже поставил мод на бардовские песни, ребята, и как последний бомж играл в тавернах буквально за еду. Я впервые в жизни, ребята, отыгрывал бомжа. Вот честно, ну даже в Дарк Соус играй за нищего, я так не страдал. Господи. В общем, я не знаю, как я выживал. Я рвал зад на тряпки, но выживал. И местами это даже было интересно, во многом благодаря тем самым сторонним модам, которые я накатил. Зато я как никогда прочувствовал игру за некромантов серии The Elder Scrolls, когда задрипанный, казалось бы, скелет, реально задрипанный, самый простой, да, благодаря измененной системе боя, реально способен при должном везении, разумеется, расправиться с двумя-тремя врагами. А уж если скелета два, так это вообще от ас. Вот тогда ты и понимаешь, в чем сила. В колдовстве. В смысле, в школе колдовства. Только она меня и спасала. Однако я хоть и любитель хардкора, я еще не настолько упоролся, чтобы получать удовольствие от получасового сидения на месте в тени и убегания от каждого волка, медведя с облезубой бандита. Так что на долгое время меня не хватило, и я решил, что я недостаточно хардкорен для этой великой сборки. В надежде, что однажды что-нибудь в ней поправят, я забил на Скайрим еще на полгода. Традиция такая, что ж поделать. И вот в начале 2021 я решил глянуть, изменилось ли что-нибудь. И как выяснилось, изменилось причем кардинально. Мод задрот, ранее часто смотревший в сторону проекта Скай МП, окончательно забил на сборку и окунулся в тот самый Скай МП. Да, ничего против этого проекта я не имею, пусть ребята делают то, что им нравится, но имею, так сказать, мнение, что мультиплеер Скайриму нахер не нужен. Во-первых, это все же медитативная такая личная игра, которую не хочется разделять с кем-то, по крайней мере, на мой опять же взгляд. Серия Тесс, она вся такая, я про номерные части, разумеется. Во-вторых, был уже один такой Скайрим онлайн, Fallout 76 назывался. Что на старте говно неиграбельное, что сейчас, даже после всех плясок с бубном вокруг него, это все еще творение мисси Нара, уродливое и неиграбельное. И это официальные разработчики не могут его до ума довести, что уж говорить о каких-то там левых группах с дороги. Не предназначен этот, как сказать-то, движок? Нет, это не совсем так. В общем, та надстройка, из которой они лепят все эти Скайримы, она не предназначена для онлайна в принципе. Да и, честно говоря, я все понимаю, но серьезно, спустя 10 лет кому может быть интересен Скайрим онлайн? Судя по комментариям в группе Мод Задрота, интересной им была как раз-таки законченная сборка, но ее забросили. Но нет хода без бобра. Мод Задрот Грейт Эген. Это не лозунг, это проект. Как выяснилось, в команде произошел раскол, и Мод Задрот, видимо, решил уйти в тот самый Скай МП, оставив коллектив. Но, судя по тому, что я узнал, он там был скорее лицом проекта, нежели реализатором. Потому как стоило ему уйти, как тут же возник проект Мод Задрот Грейт Эген, сокращенно мозга. Я думаю, им так и стоит переименоваться в мозгу, все же это совершенно иной проект. И попер. Во-первых, и в главных, он начал активно развиваться, просто какими-то космическими шагами. Обновление сборки выходит по нескольких месяц. Во-вторых, с недавних пор они также организовали себе еще и сайт, вдобавок к Дискорду. И вроде даже о лаунчере поговаривают. В-третьих, они отошли от культа упорота во все поля хардкора. И что я могу сказать, в игру теперь можно играть, да. Представляете? Притом, она не стала дико легкой. Нет, я все еще бретон-наркома... Некромант, шкерящийся по углам. Но играть стало во много раз интереснее, с нормальным балансом, реальной возможностью заработка и уже по-людски регенерирующей маной. Повторюсь, реквием остался реквиемом. То есть шаг вправо, шаг влево, ты труп. Нужно тщательно продумать шаги и взять на храпом любую пещеру ты ни при каких условиях не сможешь. Кроме того, сборка мозга изменила подход к прокачке. Идея линейки ТЭС, когда прокачивается то, чем ты пользуешься, хороша. Однако в Скай-Риме она реализована коряво. Например, там была зависимость в прокачке не от силы удара мечом, скажем, а от количества взмахов им. То есть быстрее прокачаться кинжалом, нежели другими железяками. И это уж не говоря о том, что не выходя из города, можно прокачать многие ветки. Кузнечество, красноречие, алхимию, зачарование, колдовство, иллюзию. В мозге теперь работает другая система. Ты по-прежнему качаешь то, чем пользуешься, однако прокачка идет только при смерти противника. Если ты утыкал врага стрелами и не добил его и сбежал, например, да, ты не прокачал на бок стрельбы ни на йоту. А вот если ты его убил, тогда прокачка сработает. И в зависимости от уровня врага ты получаешь опыт за его убийство. Таким образом, схитрить с быстрой прокачкой невозможно. И это действительно интересно. Это усложняет игру не до зубного скрежета, а именно до того самого уровня хардкора, когда счастье тебе в руки само не прыгает, и за него придется побороться и попотеть как следует. Финансы теперь тоже больше не поют романсы. Заработать стало проще, даже так скажу, заработать стало возможно. И теперь я реально играю за некроманта, а не за бомжа, украшу в библиотеке книжку с названием «Некромантия для новичков». Это я, как видите, прошелся по самым проблемным для меня местам старой версии сборки. И в целом сборка мозга является лучшей геймплейной сборкой для Special Edition и, наверное, единственной на основе Реквиема. И вот уже ее я могу смело рекомендовать вам для ознакомления. Если вы еще не играли в Реквием и хотите вернуться в Skyrim, попробуйте, я уверен, вам понравится. Хотя, опять же, это не для легкого непринужденного прохождения. И традиционно сложность Реквиема начинается с установки. Если брать чистую сборку мозга, то там вообще ничего делать не надо, просто скачал и запустил. Но если вы, как я, решили накатить моды сверху, то тут уже удачи вам. И да поможет вам Азура. И, подводя итог, не могу не порадоваться тому, что команда мозги не забросила эту сборку. Как SLMP для Legendary Edition является лучшей сборкой, так и без преувеличения мозга является лучшей для Special Edition. Особенно если сверху накатить графический пак Брансона или любой другой по вкусу. Команда активно мониторит Discord чаты и старается помогать всем по возникающим вопросам. Отчитывается о грядущих и проделанных изменениях, ведет демонстрационные стримы своей сборки. В общем, пашет, мотыгой машет. И все на энтузиазме. А я напомню вам, что энтузиазм должен чем-то подпитывать. Поэтому, если попробовали сборку и вам понравилось, не забудьте поблагодарить авторов, хотя бы на словах. Подписка на их группы, каналы Discord и прочее будут уже неплохим показателем, что их работа интересна людям. И кто знает, возможно, вы чем-то другим сможете помочь. Вдруг вы талантливый программист. Например, они систему хедшотов долгое время реализовать не могли, и вот только неделю назад сделали рабочий мод на точечные попадания. А все почему? А все потому, что нашлись умельцы. В общем, не забывайте поощрять такой движ, и тогда пламя не угаснет никогда. Все, давайте без долгих прощаний. Скатал вам всем в миску грязные навахи.